Продолжение следует... Но зачастую мы имеем дело с неоперабельным рецидивом, и нам нужно однозначно решать вопрос, что же нам делать с этими рецидивами. Какие возможности на сегодняшний момент у нас имеются? Следующий слайд. Несколько слов по поводу рака носоглотки. Это то исследование, которое было представлено НАСКО 2020 года, и оно в принципе имеет значительную, очень важную роль именно в планировании возможного лечения пациентов с этой локализацией. Мы привыкли, что мы на рак носоглотки используем такие же схемы терапии, как и на рак слизистой оболочки полости рта, ротоглотки, гортани и гортаноглотки. Но тем не менее, вот НАСКО 2020 года были показаны убедительные данные о том, что вариантом выбора первой линии терапии для рецидивирующего или метастатического рака носоглотки должна быть нестандартная схема 5-фторороцилса с плотином. Следующий слайд, пожалуйста. Должна быть схема, сочетающая гемцитабинство с плотином, потому что как раз эта схема именно у пациента с назофорингеальным раком в первой линии лечения дает значительные достоверные преимущества в отношении общей выживаемости. И если говорить о подгрупповом анализе, то от этой схемы выигрывают все пациенты, у которых имеется рак носоглотки, вне зависимости от демографических признаков, вне зависимости от гистопатологии опухоли и вне зависимости от локализации метастазов. Следующий слайд. Следующий слайд. Что касается метастатического или рецидивирующего плоскоклеточного рака, отличного от назофорингеального рака. Мы прекрасно понимаем, что большинство наших пациентов это пациенты старших возрастных групп, это пациенты имеющие определенный коморбидный статус. И на самом деле те пациенты, возраст которых переходит за 70 лет, к ним возникают достаточно большие вопросы, какую схему терапии им выбрать. И начиная с 2019 года мы видим результаты исследования, которое было представлено специалистами госпиталя Густаво-Руасси, Франция. Там было два исследования параллельных, и ланфит, и лананфит, куда включались как раз пациенты старших возрастных групп. И в исследовании ланфит были распределены пациенты, у которых по специализированным опросникам, которым было оценено их общее состояние, они были отнесены в группу, которая могла получать стандартную химиотерапию в режиме цитоксимат в сочетании с платиносодержащим дуплетом. Это карбоплотин или цисплотин, неважно. А вот те пациенты, которые по каким-либо параметрам, следующий слайд, пожалуйста, не могли получать стандартную терапию в режиме X3, они распределялись в два рукава. Один рукав получал стоксимат в монорежиме, это то, о чем мы задумываемся зачастую, и метатриксат. Так вот, результаты этого исследования показали, что если пациенты старших возрастных групп не имеют возможности получать полнорежимную терапию первой линии в сочетании с таргетным агентом, будем ли мы давать им в монотерапии цитоксимап или будем ли мы давать им в монотерапии метатриксат, или вообще ничего не будем давать, они будут жить приблизительно так же. Следующий слайд. Потому что общая выживаемость у них не будет никоим образом изменяться, вне зависимости от того, таргетный агент мы им даем, казалось бы, или мы даем им цитостатический агент, который обладает ограниченной эффективностью. Следующий слайд. Стандартом первой линии с 2008 года у нас является режим X3, где мы используем цисплотин с длительными инфузиями 5-терурацилов в сочетании с токсимабом. Начиная с 2019 года мы получаем прекрасную опцию, в которой мы имеем возможность заменить достаточно трудоемкую и тяжело переносимую схему сочетания цисплотина с 5-терурацилом и используем доцитоксил с цисплотином. Преимущество этой схемы однозначное в плане переносимости и в плане удобства ее воспроизведения. Следующий слайд. Потому что децитоксил с цисплотином мы используем в количестве 4-х циклов, а не 6-ти, как мы используем химиотерапию в стандартном режиме X3. И мы не проигрываем ни по выживаемости без прогрессирования, ни по общей выживаемости. Частота объективного ответа также совпадает. А вот профиль токсичности намного мягче в том режиме, где мы используем сочетание децитоксила с цисплотином в количестве 4-х циклов терапии, в сочетании с цисплотином, причем там цисплотин в классической схеме TPX, 1 раз в 2 недели. И потом мы переходим на поддержку цитоксимабом опять раз в 2 недели. Следующий слайд, пожалуйста. В НАСКО 2020 года был представлен под анализ качества жизни режима TPX в сравнении с режимом Xtreme. И по всем практически оцениваемым показателям качества жизни режим TPX обладал некоторым преимуществом. Следующий. Не теряя при этом в показателях выживаемости. Следующий слайд. У нас на сегодняшний момент по очень многим литературным источникам существует большое количество вариантов выбора первой линии терапии сочетания различных цитостатических агентов с цитоксимабом. И на самом деле это довольно неплохо. Следующий слайд. Потому что все эти режимы обладают разным профилем токсичности, но достаточно высокой эффективностью, конечно, за счет введения таргетного агента. И сейчас мы уже начинаем получать данные о продолжающейся, увеличивающейся цифре общей выживаемости не только на стандартном режиме Xtreme, но и на тех режимах, где мы можем заменять химиотерапевтические агенты, поскольку эти режимы становятся лучше, более переносимыми, более удобными для пациентов. И пациенты получают большее число запланированных курсов химиотерапии в сочетании с цитоксимабом. Следующий слайд, пожалуйста. Исследование КИНОТ, не могу о нем не сказать, КИНОТ 048, о нем говорила Замира Ахмедовна. Следующий слайд, пожалуйста. Конечно, на основании этого исследования мы сегодня имеем возможность выбрать первую линию терапии не только цитостатики или цитостатики с таргетным препаратом, но и цитостатики или ингибитор контрольной точки иммунного ответа в монорежиме. И сейчас это уже внесено в рекомендации Русско, начиная с конца апреля 2021 года. Следующий слайд. Вторая линия терапии. Вторая линия терапии еще более сложный вопрос, чем первая линия терапии. Мы понимаем, что выбор первой линии, он обеспечивает эффективность его лечения и длительность жизни наших пациентов. Но вторая линия терапии тоже очень важна, потому что у нас получается еще более сложный следующий слайд когорта пациентов, поскольку они уже будут предлечены. Что у нас есть в рекомендациях? Достаточно давно мы имеем ингибиторы контрольных точек иммунного ответа в рамках второй линии лечения плоскоклеточного рецидивирующего рака органов головы и шеи. Следующий слайд. Как это получилось? Исследование Keynote 040, о нем тоже говорила Замера Ахметна, я не буду долго останавливаться, следующий слайд, позволило нам эффективно использовать пембролизумаб в рамках второй линии. Об этом мы говорили достаточно подробно в рамках первой лекции. Еще один препарат – это Nivolumab, который был зарегистрирован в результате исследования Checkmate 141, следующий слайд. Здесь уже получены результаты двухлетней выживаемости, которые позволяют нам говорить о том, что пациенты, получающие вторую линию терапии рецидивирующего лимтостатического плоскоклеточного рака органов головы и шеи, в 11 и практически в 12% из 100% переживают рубеж даже 30 месяцев в сравнении с двумя процентами, если мы говорим о скандартной терапии второй линии, которая эффективной на самом деле и не существует. Следующий слайд, пожалуйста. Причем всегда возникает вопрос, будет ли зависеть эффективность ингибиторов контрольных точек иммунного ответа во второй линии, если в первой линии пациент у нас получил цитоксимаб. Так вот, под анализ, который был сделан в рамках исследования Checkmate 141, следующий слайд, говорит нам о том, что, конечно, некоторые преимущества имеют пациенты, которые не получали в рамках первой линии цитоксимаб. Но, тем не менее, следующий слайд, назначение цитоксимаба в первой линии в общей массе значительно не ухудшает эффективность второй линии. Следующий слайд. Поэтому пациенты, безусловно, должны иметь возможность получить и таргетные агенты, и ингибиторы контрольных точек иммунного ответа в разных линиях лечения. Это на сегодняшний момент подтверждается реальной клинической практикой, о которой мы и так привыкли в последнее время говорить. И на АСКО 2020 года было представлено исследование ХАНО, следующий слайд, немецкое исследование, которое позволило, будьте добры, три раза покликайте, чтобы все три графика вышли, четыре, показало эффективность использования неволумаба во второй линии в реальной клинической практике у пациентов во второй и последующих, еще раз повторюсь, линиях. Причем эффективность неволумаба, она была и у пациентов старших возрастных групп, у пациентов, возраст которых был меньше 70 лет, у пациентов, у которых был разный ЭКОК, статус, а в ромендомизированные исследования мы имеем возможность включить пациентов только нулевого или первого ЭКОК уровня. О втором уровне мы не говорим, но, тем не менее, в реальную клиническую практику мы можем включать и пациентов с ЭКОКом-2. И от чувствительности к платине, эффективность использования неволумаба во второй и последующих линиях у немецких авторов не отличалась. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому, конечно, мы получаем все новые и новые данные о возможности использования последовательности режимов, комбинации различных препаратов. Но мы должны четко понимать, следующий слайд, пожалуйста, что все наши пациенты, если они прогрессируют после столь великолепных проведенных инициальных лечений, должны иметь возможность получить все те линии и все те возможности лекарственной терапии, которые на сегодняшний момент есть. Это и таргетные агенты, и ингибиторы контрольных иммунных точек, причем как в первой, так и во второй линии. Поэтому, к счастью, рекомендации русской уже адаптированы. Я надеюсь, скоро будут изменены рекомендации Ассоциации онкологов России, и все три опции войдут как в первую, так и во вторую линию в рамках системы КСГ. Спасибо за внимание. Продолжение следует...